Дорогие друзья, в этом уроке мы поговорим о кейфреймсах, то есть о ключевых кадрах. Интерфейс кейфреймсов находится в правом нижнем углу, вот здесь. Вот вся регулировка кейфреймсов, то есть ключевых кадров, делается именно в этом интерфейсе, здесь. Наверняка многие из вас работали в программах Adobe CC или Adobe After Effects и знают, что такое ключевые кадры. То есть при помощи ключевых кадров мы можем создавать, анимировать все эффекты, все функции, находящиеся вот здесь. Не только инструменты цветокоррекции, но и маску тоже. Если у вас не хватает места на мониторе, можете при помощи этой кнопки немножко развернуть, чтобы могли в таком большом мониторе, то есть секции кейфреймов, работать. Для того, чтобы создать кейфрейм, ключевой кадр, заходите в Mark. Вот здесь есть горячая клавиша. От кейфрейма Ctrl плюс квадратная скобка. Вот, давайте попробуем. Ctrl квадратная. Вот создали. Или же еще другую вот здесь. Между этими вот ключевыми кадрами создается вот диссолидный переход. Вот давайте, например, здесь какой-нибудь сделаем на первом ключе вот такое изображение. И вот на последнем ключе сделаем, например, вот, чтобы он так вот зеленым стал, да, например. И вот видите, меняется, да. Это у нас те же самые, в принципе, функцию, которую мы сделали вот отсюда. Можно сделать отсюда. Вот нажимаем на правую кнопку Add, Dynamic, Keyframe. Вот создается. Давайте все это удалим. Keyframe еще раз. Вот, это делается вот отсюда. Delete all keyframes. Удалить все ключевые кадры. И создадим еще новый. Вот нажимаем на правую кнопку Add, Dynamic, Keyframe. И здесь тоже создадим какой-нибудь другой. Тоже самую функцию, которую сделали вот отсюда, можно сделать прямо в интерфейсе секции Keyframes. Давайте еще это тоже удалим. Можно еще удалить, смотрите, вот, выбирая вот Keyframe. Delete selected Keyframe. И вот здесь тоже можно delete selected Keyframe. Еще существуют статические Keyframe, то есть в конкретном кадре, например, если здесь создать, и создать здесь статейки, еще один создадим здесь, да. Давайте просто это все reset сделаем. Вот давайте именно здесь, вот видите, сейчас опять здесь удалим. Так. Например, сделаем здесь вот такой цвет, да, именно в этом ключевом кадре, да. А если здесь сделать reset, так, то есть статический Keyframe, это означает, что он мгновенно, вот смотрите, никакого динамического перехода нет, он сразу становится вот такого цвета, и вот, когда мы достигнем здесь, вот автоматом он сразу переходит другой ключевый кадр, а здесь сделаем, давайте, вот красный, например, или вот пусть будет зеленый, да. Посмотрите, вот, сразу же без никакого, да, он прямо переходит в эти настройки. То есть постепенного плавного перехода, как динамические переходы, Keyframe не бывает. Давайте все это еще раз удалим. Ну, давайте Mark, Delete All Keyframes. Или же можно Delete Keyframe, нажимая вот кнопку Alt, плюс квадратная скобка. Ну, я сделаю Delete All Keyframes. Обратите внимание, вот, сколько мы здесь создадим нодов, здесь у нас один корректор, один стоит. Если мы создадим еще один корректор, он тоже у нас появляется в секции Keyframes. Есть еще один, вот третий, вот. И на каждом из этих корректоров мы можем поставить ключевые кадры. У вас может создаться такой вопрос. А если я хочу, например, создать Keyframe именно во втором корректоре, для этого отключаем другие корректоры, и у нас остается только вот второй корректор. То есть, если мы сейчас сделаем какие-нибудь, создадим, вот, например, какой-нибудь переход, или же какое-нибудь изменение цвета, на втором, сейчас первый канал поставим здесь, вот. И вот будет здесь, вот такого цвета, да. То есть, у нас здесь только будет работать второй корректор. То есть, на второй ноде мы делаем ключевые кадры, когда в таком положении работаем. Вот. Опять удалим все это. Markers. Можно вот при помощи этой кнопки, треугольника, вот, индивидуально делать Keyframes. То есть, создать, например, если вы хотите, чтобы во втором ноде Qualifier вы создали, другие убираете Keyframe, только оставляете Qualifier. Или же, например, Corrector, например, Color Correction. Удалим все другие. И вот эта кнопка, вот, перед ними, это означает Auto Keyframes. То есть, нажимаем сюда. Любые движения наши будут зафиксироваться автоматически. Смотрите, вот автоматом появляется ключ. Делаем этот, появляется ключ. Вот переходим, например, на контрастность, делаем вот так. Автоматически появляется ключ. Делаем наоборот, появляется ключ. И вот весь этот материал, смотрите, вот мы здесь создали анимацию. То есть, в данный момент у нас ключевые кадры создаются только для секции второго нода Color Correction. И при помощи вот этой кнопки мы автоматизировали, то есть, автоматизация происходит. То есть, любые движения наши именно вот на этих инструментах зафиксируются автоматически. Так. Уберем опять все это. Mark. И delete all k-frames. Можно еще анимировать не только Color Section, любую вот. Даже вот можем маску какую-нибудь создать и анимировать. Давайте вот создадим маску вот здесь. И давайте будем его тоже анимировать. Например, если я поставлю кнопку автомат, на все у нас вот под папки, то есть, под функцией автоматом будет действовать эта автоматизация. Вот создадим один ключевый кадр. Вот автоматом он создался Circle Win, то есть, означает циркулярная маска. Вот. Давайте его сюда передвинем. Потом передвинем сюда. И потом вернется вот сюда. И, в принципе, у нас получается анимация маски. Да. Да, можем еще не только маску анимировать, конечно же. У нас, если какие-нибудь OFX плагины будут, вот, например, отсюда, например, Sapphire добавлять сюда, можно функции плагина тоже отсюда анимировать. То есть, в принципе, как бы это все, как в After Effects мы работаем, как небольшой композитинг делаем здесь. Уберем OFX. Потом. Еще можно анимировать сайзинг. Сейчас покажу. Сайзинг, то есть, размер самого кадра, например. Давайте вот возьмем вот сайзинг. Давайте автомат включим. Вот с этого кадра я хочу, чтобы в этом кадре он немножко зума. Вот так был. Потом. Немножко я панораму сделаю вот здесь. Вот так. И еще немножко панораму вот сделаю сюда. Нет, даже не так. Давайте сделаем. И панораму вот так. Но принцип вы поняли, да? Сейчас посмотрим. Вот видите, наш кадр движется. То есть, мы создаем при помощи ключевых кадров как бы композитен, как в After Effects. Еще здесь в секции Mark есть Keyframe Time Lean Mode. Это означает то, что вы можете взять Color или Sizing. То есть, например, если мы возьмем Color, давайте все удалим сперва. Need All Keyframe. И сделаем Keyframe Color. То есть, в данный момент у нас только будет Keyframe записываться только в секции Color. Потому что у нас здесь на тайм-линии активирована только секция Color. Если выбрать Sizing, то у нас, вот видите, появляется такая вот синяя полосочка. Это означает, что у нас только будет Keyframe записываться только Sizing, только размер клипов. Сейчас здесь у меня Keyframe я поставил All. То есть, это означает, что все корректоры ноды будут анимироваться и Sizing тоже. давайте еще создадим какой-нибудь эффект, например. Создадим вот динамический Keyframe и здесь тоже какой-нибудь динамический Keyframe и изменим цвет, например, чтобы пусть синим здесь станет на этом Keyframe, а здесь станет давайте сделаем ну, вот красный, да? вот меняется вот так. Здесь еще одна фишка, вот можно последний Keyframe поменять например на статический Keyframe, то есть если нажимать то есть Change to Static Keyframe или Change to Dynamic то есть любую находящуюся в Keyframe давай еще одну создадим динамическую здесь и какое-нибудь изменение сделаем вот он пустой и вот мы можем его вот постепенно меняется и потом или же можем автоматом его сделать менять на статический Keyframe да ОК вот такие вот можно изменения сделать и еще есть здесь такая очень хорошая функция Dynamic Attribute он тоже вот Easy In Easy Out те кто работал в After Effects знают это что такое то есть плавный переход между ключевым кадром нажимаете и ОК и вот отсюда Change Dynamic Attribute можете плавность регулировать при помощи этих вот графиков да ОК Не надо сперва выбрать да Keyframe потом я просто не выбыл сейчас динамик attribute вот так ОК В принципе вот так и он работает Ну отсюда еще можно вот Zoom Maximum Zoom делать или же вот Maximum Reset Zoom делать отсюда тоже можно регулировать Keyframe фреймы в основном кейфрейм можно использовать когда меняется экспозиция в кадрах например очень часто когда в кадрах появляется снимается облачную погоду иногда облако закрывает солнце то есть меняется экспозиция то есть там свет или больше или меньше можно при помощи ключевых кадров исправить все эти недочеты все эти исправления делать и можно еще много экспериментировать разные создать вот например давайте удалим можно быстрые статические например создать кадры то есть кейфрейм еще один создадим статик еще один создадим статик и вот там давайте поменяем цвет поменяем цвет и вот так такие вот можно эффекты разные создавать практически возможно анимировать все функции программы да венчу которые под функции корректора здесь находится любые функции вы здесь можете корректировать я думаю что на этом этот урок у нас кончается как всегда экспериментируйте изучайте мы закончили урок о кейфреймах